Вот ругался матом, а ушло. Что, я просил или что? Ничего не просил. А то и Господь. А то и Господь. Чтобы непостижимо. Спорили раввин и христианин. Вот наша вера, ваша вера. Третья подходит и говорит, во-во, вера, говорит. Это плотно. Так вот и сейчас, сплошь и рядом. Причем совершенно очевидно, вот, очень здорово, что вот, что это все с одной стороны происходит, потому что совершенно очевидно, что это болезнь. Но у тебя 20 миллиардов долларов. Не миллионов. Столько и у меня есть. У тебя 20 миллиардов долларов. Это значит, один миллиард отдал. Мы проблемы сирот по всей стране закрыли вообще. Специалисты есть, институт разработал и все. Закрыли вообще. Проблему бедности закрыли. Нет, не может. Я, говорит, внукам. Ну, каким внукам? 20 миллиардов, когда пра-пра-пра там хватит еще. Ну, отдай один. Останется 19. Совершенно очевидно, что человек болен. Правда? Болен. Не то, что он жадный или там это что. Болен. Поэтому что с ним надо делать? Старички египетские по пустыне бежали и снимали с себя, и грешника укрывали. Последний. Ну, его пожалеть надо, обласкать любовью. Что он несчастненький, на бабках сидит, не может отдать. Вот так. Больной. Больной. Но упование не посрамится. Это раз. И Бог своих даров не отнимает никогда. С другой стороны, такая вот вещь сказана в Писании. Поэтому, как бы человек низко не лежал, как бы замутнена его душа не была, как бы он не был несчастен, дик, угрюм, всегда есть возможность, всегда есть возможность счастья. Только надо к Богу. Он отец. Папочка. Дай, пожалуйста. Не дар. Ну да, не дар. Ну, па, ну да, ну да. Ну, на. Как стучали в ворот. Помните? Спим, говорит, куда ты пришел уже все это спим. Ну, дай хлеба, ну. Ну, говорит, на. Один из способов вернейших. Если видишь, что сердце пусто, молишься плохо, это неотступно тогда. Долби, долби, долби. А как проверить? А вот случай реально, Дмитрий рассказывал. Нужда у тебя какая-нибудь есть? Она говорит, да, хочу поменять Воронеж на Москву. Говорит, иди в храм, поставь свечку и скажи, Господи, если ты есть, сделай. Ну, от всего сердца. Неверующая. Пошла, все сделала, через неделю. Невероятный обмен совершился. Тошно, тошно, ровно. Воронеж на Москву. Невероятно. Пожалуйста. С тех пор она уже 20 лет вот ходит и все. Двигается, ну, по мере сил. Дарвин, что ли? Ну, это же смешно. Ребята, это же смешно. И вот под эгидой того, что нам всем придется умирать завтра или поздно, и Бог есть, ну, жить-то можно. Жить можно. И работать, и дома строить, и земли украшать. И деньги большие иметь. И только делиться, давать всем. И радость от этого. Апостол Петр сказал, благочестие, соединенное с довольством. Почему же? И денежки. И денежки можно, конечно. Почему? Если у тебя деньги к тебе придут, скажут, знаешь, это-то. Ну, а пожалуйста. Как хорошо. И ты доволен, дал. И он доволен. Иду, а у меня тысяча. Что такое день? Амбрусий Ивовсинский сказал. Это милость Божья. Мы же любить не умеем, так денег дадим. Вот и любовь. Серьезно. Он так сказал. Все, милость Божья. А мы хотим на халявку. К Бомонову заехать, чтобы он и песню спел. И стишок прочитал. Ишь ты! На меня глянуть-то, как на Арсения Великого. Приходили только поглядеть. Он в пещерке сидел молча. Он строго. Только поглядеть. И уходили утешенные. Ну, я, конечно, шучу. Святой человек. Но если серьезно, мое время стоит денег. Я спустил вот так это уж. Ну, чтобы хоть что-то, может, в телевизоре живое будет. Ну, что смотришь? Страшно.